Отец, мы благодарны Тебе за всё. Мы благодарны Тебе, что в любое время и в любых обстоятельствах Ты – живой Бог, который всегда с нами, в нас и за нас. Мы – одна семья, самая лучшая и самая влиятельная на свете. Мы благодарны Тебе за всё, за Твои драгоценные обетования, в которых мы имеем обеспечение всех сфер нашей жизни для Духа, души и тела во всей полноте, без всякого недостатка. Слава Тебе во веки и веки, да придет Царствие Твое во имя Иисуса. Аминь. Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец – на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести её до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит «я только пошутил». Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Уголь для жара и дрова для огня, а человек сварливый для рожжения ссоры. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение. Сегодня мы с вами читаем послание к титулу, главу первую. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящийся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. А в свое время явил свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего Бога, к титул истинному Сыну по общей вере. Благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил неоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, ни дерзок, ни гневлив, ни пьяница, ни бийца, ни коростолюбец, не странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Ибо есть много непокорных, пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал, «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским баснем и постановлением людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Это послание апостол Павел написал одному из своих сработников во Христе. Он называет Тита истинным сыном по общей вере. В этой первой главе своего послания апостол Павел говорит о своем поручении Титу назначить по всем городам, где были церкви, пресвятеров, давая Титу конкретные указания об их необходимых для этого качествах. Непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, как Божий домостроитель не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом мучении и противящихся обличать. Никогда за все времена христианства истинная проповедь не была легкой. Она всегда обличает людей и, как следствие, приводит в негодование. Человеку нужно меняться, а это непросто, а главное и не хочется. Мы все так обросли своими привычками, взглядами, интересами, образом жизни. Приходит Иисус и сразу все меняет, и совсем не всегда это приятно. не цепляйтесь за весь этот хлам. Дайте Богу место, и вы увидите в своей жизни то, о чем вы даже не помышляли, и это будет для вас самое лучшее, потому что мы знаем, что Его воля для нас всегда благая, угодная и совершенная. Дальше апостол Павел предупреждает, что есть много непокорных, пустословов и обманщиков, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча, чему не должно, из постыдной корости. И дальше апостол Павел по свойственному ему бескомпромиссностью говорит, обличая их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлением людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для скверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны никакому доброму делу. Я понимаю, как порой бывает сложно отличить ложь, замаскированную под истину. Надо развивать в себе слышание голоса Духа Святого и духовные дары. Только Божий Дух может оградить нас от лжи, попадающей в наши уши. Без Духа Святого и его даров это просто невозможно. Вдумайтесь, дьявол не просто лжец, он отец лжи, он знает миллионы путей к человеку, и часто сами служители совсем не из злого умысла говорят неистину, будучи уловлены. Сейчас наступает время, когда без личного водительства Духа Святого будет просто невозможно выстоять, а тем более выиграть битву со злом. Псалом Давида Воздайте Господу Сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глаз Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими, глаз Господа силен, глаз Господа величествен, глаз Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать подобно тельцу, ливан и сирион, подобно молодому единорогу, глаз Господа высекает пламень огня, глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадас, глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса и во храме его все возвещает о его славе. Господь восседал над потопом и будет восседать Господь царем вовек. Господь дал силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за все. В эти пасхальные дни мы еще и еще раз говорим себе и друг другу, что Ты воскрес, Ты живой и был живой все эти две тысячи лет после своего воскресения. Прости, что церковь так часто это забывала. Благодаря Тебя за смерть, но абсолютно не беря в расчет Твое воскресение и жизнь. Мы благодарны Тебе, что мы имеем возможность всегда и во всем иметь Твое видение, Твою помощь, Твой совет и все необходимое для жизни и благочестия. Слава и хвала Тебе наш Бог, да будет воля Твоя в нашей жизни во имя Иисуса. Аминь. Любите Слово Божье и с Ним мир Божий войдет в ваше сердце. Будьте благословенны. До встречи! Слово Божьей! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...